Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главные темы выпуска. Грипп на пороге надо успеть. В регионе стартовала прививочная кампания. Спор о тарифах. С 1 октября водопроводная вода в Самаре может подорожать. Чернозем вместо тротуара. Активисты ОНФ проверили жалобы жителей на недобросовестных дорожных подрядчиков. В ногу со временем в Самаре появилась в продаже транспортная карта нового образца. Новогодний праздник по церковному календарю. Православные христиане отмечают Рождество Богородицы. Все больше самарцев заболевает ОРВИ. За прошедшую неделю число заразившихся перевалило за 5,5 тысяч. По сравнению с прошлой неделей, рост составил почти 40%. Конечно, о вспышке гриппа говорить пока еще рано, уверяют специалисты. Однако, это уже повод задуматься о прививке. В аргументах «за» и «против» вакцинации от гриппа разбиралась Валерия Макарова. Из года в год нам твердят о необходимости прививки от гриппа. Почти 350 тысяч жителей Самарской области Совету врачей уже последовали. Конечно, обязательно нужно. И молодым, и старым, тем более пожилым. И детям, скажем так, разного возраста. Это обязательно. В группе риска находятся дети, беременные женщины, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Болезнь в этом случае протекает сложнее, поэтому для них вакцинация бесплатна. Важный момент. Пациент должен пройти медосмотр перед прививкой, чтобы врач решил, можно ли ее делать. Причем прививка необходима каждый год, потому что вирус меняется, меняться должна и вакцина. Вакцина комплексная. Ежегодно научно-исследовательский институт гриппа разрабатывает в феврале-марте новые штаммы вакцины, которые учитывают прошлогоднюю сезонность штаммов и ожидаемые в новом году. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, штаммы этого года – уже знакомый H1N1, так называемый свиной грипп, новый H3N2 и вирус группы В. Вакцинация от них уже идет и продлится до конца октября. В Самарскую область поступит 1 344 000 вакцин, почти на 200 000 больше, чем в прошлом году. Хочу сказать по опыту прошлого года, что у нас была задача достичь среднероссийского уровня привитости, а это 31%. В том году мы привили 36% жителей Самарской области, а в этом году задачей поставлено привить 40%. Еще один нюанс – купить вакцину в аптеке можно, но не удивляйтесь, если в больнице вам откажут в уколе с вашей ампулой. Ведь неизвестно, как она хранилась. А правильное хранение – чуть ли не главный залог эффективности прививки. В клиниках за этим строго следят. Получая вакцину, мы их складываем в холодильник. Есть маркировка на каждую полку свою вакцину. Храним хранение при температуре от 2 до плюс 8 градусов. Грипп опасен своими осложнениями – вирусной пневмонией, онкологией, последствиями для сердца и сосудов. Именно вовремя сделанная прививка от этих осложнений избавляет, да и в целом заболевание пройдет легче. Чем больше будет количество привитых, тем меньше возможности будет у вируса проводить вот эту естественную, свою природную мутацию, свое естественное преобразование. За вакциной люди пока в очередь не выстраиваются. И, кстати, зря, потому что специалисты уже отмечают рост заболеваемости, а прививку нужно обязательно делать здоровым. И, кроме того, организму потребуется еще две недели, чтобы выработать иммунитет. Ну, время пока остается, а вакцина есть во всех городских больницах. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Борьба за тарифы. С 1 октября в Самаре повысится стоимость кубического метра снабжения и отведения холодной воды. Так постановила Федеральная антимонопольная служба. ФАС обратилась ресурсоснабжающая организация СКС с просьбой пересмотреть установленные расценки на питьевую воду и повысить их в связи с тем, что расходы не были учтены в полном объеме. Теперь на основании постановления ФАС цена закуп для самарцев повысится на 3,60 рубля за обе услуги и составит 26,17 рубля за водоснабжение и 13,40 рубля за водоотведение. Министерство энергетики ЖКХ Самарской области не согласно с решением антимонопольной службы и готовит исковое заявление в арбитражный суд Москвы с целью обжаловать приказ надзорного ведомства. Здесь не привязано к исключительно потреблению населения. И тарифы, о которых мы сейчас говорим, они касаются не только населения, они касаются всех потребителей городского округа Самара. Это и в том числе и заводы, и магазины, скажем, то есть это всех потребителей касается. Все-таки потребители, которые не относятся к населению, в большей степени применяют приборы учета, поэтому это вопрос ненормативный. Пасмурная погода, увы, никак не хочет покидать Самару. По прогнозам синоптиков, она сохранится минимум до конца недели. Осенние дожди доставляют неудобства не только водителям, но и пешеходам. Особенно в тех местах, где дорожные подрядчики явно не доработали. В этом убедились и активисты ОНФ, которые в ответ на жалобы жителей отправились с инспекцией в промышленный район Самары. Итоги рейда в репортаже Ларисы Шалаваст. Этот участок тротуара по улице 22-го портсъезда горожане обходят стороной. Когда здесь проводили ремонт, 10 метров до остановки общественного транспорта подрядчики почему-то оставили без асфальта. Теперь во время дождя жителям приходится идти по проезжей части или через дворы. Это просто неудобно. Я даже не знаю, какие затраты по времени, но согласитесь, это нелогично идти в круговую, когда есть в принципе прямой путь. Люди обратились в общероссийский народный фронт, пожаловались и на участок дороги в односоветской армии. Асфальт рабочие вскрыли два месяца назад. До конца так и не отремонтировали. Активисты ОНФ выехали на место, чтобы проверить каждый адрес. Мы сейчас посмотрим конкретно под этим местом, куда будем выезжать, что за подряды были, кто выступал подрядчиком на этих объектах. И направим письма в сторону заказчика, чтобы вот такие факты были рассмотрены на внутренних совещаниях и больше не повторялись в городе. Активисты Народного фронта продолжат проверять дороги города, где в этом году прошел ремонт. Особое внимание уделят гостевым маршрутам, которые приводят в порядок к чемпионату мира 2018 года. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Самарские школьники присоединились к всероссийской акции «Твоя пятерка безопасности». Первый урок прошел в 65-й школе. Сотрудники ГИБДД и инспекторы по делам несовершеннолетних в доступной игровой форме напомнили простые правила, соблюдение которых позволит сохранить жизнь и здоровье. Ребята составили безопасный маршрут, дом, школа, разучили правила общения с незнакомцами, а также отгадали тематические загадки. В завершении урока юные инспекторы дорожного движения своими руками сделали свето-возвращающие значки. Ребята приготовили сразу два экземпляра. Один наклеили на свои куртки, а второй подарили пешеходам на улице. Дело в том, что сейчас темнеет очень рано и детей практически на дороге незаметно. Водитель не успевает среагировать и вовремя остановиться. Дети реагируют с большим удовольствием. Тем более приходит сотрудник ГАИ в форме, который рассказывает им о безопасности, о дорожном движении. И они с большим удовольствием принимают участие в этих уроках. Удобно и экономично. Сегодня в Самаре стартовала продажа транспортной карты нового формата. Брелоки по размеру меньше стандартной транспортной карты и сделаны из более прочного пластика. Они удобны в использовании. Их можно прицепить к ключам или рюкзаку, чтобы быстро оплачивать проезд. Цена одной поездки для школьников по-прежнему составит 11,5 рублей. Стоимость же самого пластика 150 рублей. И подключение к системе 50 рублей. Брелок будет сложнее потерять. Потому что его можно к телефону на длинной веревочке. Можно на шее на длинной веревочке. Также можно присоединить к ключам. И пополнить эту карту школьника можно также везде в наших пунктах пополнения, которые указаны на нашем сайте. Пока такая карта выпущена только для школьников. Если она будет пользоваться спросом, подобные брелоки появятся и для студентов, и работающих граждан. Ну а далее наш выпуск продолжит новости экономики. Слово обозревателю Ларисе Шалафаст. Здравствуйте. Сегодня нефть начала прибавлять в цене. За один баррель марки Brent дают 46 долларов 70 центов. Доллар по-прежнему дешевеет. На 22 сентября Центробанк установил курс американской валюты на отметке 64 рубля 44 копейки. Евро 71 рубль 84 копейки. Золото стоит 2738 рублей. Серебро 39 рублей 91 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 66 рублей 36 копеек. Дороже всего продать за 63 рубля 24 копейки. Россиянам запретят брать кредиты только по паспорту. С 2017 года банки начнут обязательно требовать еще и СНИЛС. Продажи полисов ОСАГО на старых бланках прекратят 30 сентября. С 1 октября страховые компании начнут выдавать обновленные бланки розового цвета с усиленной степенью защиты. А в Самаре билеты на междугородние автобусы теперь можно будет купить онлайн на сайте автовокзала. На этом все. Удачи в делах. Получит 16 мест. По предварительным подсчетам одно кресло достанется представителю справедливой России. Три мандаты должна забрать ЛДПР и еще пять КПРФ. Кроме того, в избиркоме объявили процент явки. Жители Самарской области проявили гражданскую активность. Почти 53 процента от всех, кто имеет право голоса, пришли на выборы. Мы на восьмом месте, мы в серединочке, ну так как и по всей России, по всей России, если предварительная явка там 47 процентов с небольшим, да, то есть, ну, где-то, ну, чуть повыше, чем общий, как бы, российский, ну, где-то в серединке мы, считаю, в нормальном, достаточно нормальном, то есть у нас нет там явки высокой и в то же время мы не аутсайдеры, у нас нет низкой явки, поэтому достаточно золотая середина у нас такая сладкая. Время делать оргвыводы пришло и для политических партий. Руководитель рекотделения «Единой России» Игорь Станкевич поблагодарил жителей Самарской области за поддержку. По сравнению с выборами 2011 года партия набрала на 12 процентов больше голосов, около 120 тысяч избирателей переориентировали свой выбор в пользу «Единой России». На выборы Государственного дома по пяти андомодатным округам в регионе победителями стали кандидаты от партии власти. Вместе с ними места в федеральном парламенте займут еще два кандидата по партийным спискам – Леонид Симоновский и Владимир Гуценев. Таким образом, регион в Госдуме будут представлять минимум семь депутатов. Прошедшие выборы укрепили статус Самарской области как политически активного региона с высоким уровнем поддержки руководству страны. И анализ, который в средствах массовой информации, да и мы его наблюдаем, говорит о том, что избиратель хочет видеть своего кандидата. Он хочет с ним говорить. Он хочет понимать, что делает этот человек. И тогда только он ему верит. Достучаться до чиновников просто и быстро. Руководитель региональной налоговой службы Александр Вихров провел прием граждан. Встреча с начальниками высокого ранга по всей стране проходит по поручению президента России. Легко ли попасть к ним на прием, выяснила Валерия Макарова. Всего три дня пришлось ждать Александру Скобелкину, чтобы попасть в приемную президента России. Александр Васильевич около 10 лет назад был предпринимателем. Когда переходил из одной налоговой инспекции в другую, обнаружил задолженность, которой быть не должно. Я вот обратился к приемному президента Российской Федерации, и у меня вопрос решился положительным. Спасибо. Все технические вопросы были на уровне. Мы очень аккуратно, вежливо и достойно принимали. Прием ведет сам руководитель УФНС по Самарской области Александр Вихров. Рассказывает, что обращений приходит много, особенно по поводу имущественных налогов. Причем из разных уголков Самарской области. Чаще всего спрашивают об имущественных налогах земельным, транспортным, налоги на имущество, которые рассчитываются с этого года, исходя из кадастровой стоимости. И, кроме того, изменились сроки уплаты имущественных налогов до 1 декабря. Многие волнуются, когда начнется массовая рассылка налоговых уведомлений. Минимум за 30 дней до срока уплаты физическое лицо должно получить сводное налоговое уведомление. В этом году оно сводное. То есть все объекты, которые есть на территории Российской Федерации, будут указаны в одном уведомлении. И нужно будет их ждать из разных субъектов. Но при этом у нас есть договоренность с почтой. Все получат их вовремя. Напомню, те, кто у нас являются пользователями личного кабинета налогоплательщика, могут их получить через личные кабинеты. Должны их получить, соответственно, самостоятельно распечатать, либо сразу оплатить в режиме онлайн. Такие приемы руководители госучреждений проводят регулярно. Это делается по поручению президента России. Следующая важная дата в графике – 17 октября. Прием будет вести Анна Зайцева, управляющая отделением Пенсионного фонда России по Самарской области. Виктория Шарая, Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. А теперь коротко о других цемах дня. 51-летней медсестре из Новокубышевска предъявили обвинение в ДТП, в котором погибла ее 42-летняя коллега. Напомним, авария случилась в июне около здания городской больницы Новокубышевска на улице Пирогова. По предварительной версии, после рабочего дня хирурги, одна из медсестер, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сели в автомобиль. За рулем была медсестра, которая и совершила наезд на двух своих коллег. Одна из них скачалась на месте. В Самаре на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайская произошла авария с участием двух легковушек. По словам очевидцев, водитель Мазды, не убедившись в безопасности маневра, поворачивал налево с проспекта Ленина на Первомайскую. В итоге Веста въехала прямо в бок иномарки. Предположительно, Лада пыталась проскочить на желтый. В итоге проезд на перекрестке оказался затруднен. За минувшие сутки в Самарской области произошло 6 пожаров. Один из них случился во вторник вечером в Самаре. В квартире дома по улице Вольтской загорелись домашние вещи. Из дома пожарные эвакуировали 8 человек. Огонь удалось локализовать за 10 минут. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают. В Самаре после ремонта открыт съезд с Московского на Красноглинское шоссе в районе поста ДПС. Одновременно до конца октября закрыт выезд на Московское шоссе с улицы 4-й квартал. На протяжении этого времени жители близлежащих домов для объезда могут использовать улицы Банную и 7-й квартал. Что же касается перекрестка в районе поста ДПС, то теперь автомобилисты смогут, как и прежде, двигаться из города, сворачивая налево на Красноглинское шоссе, а также выезжать с него как в город, так и в сторону Меги. Не продержалась и недели. Ночью в Самаре неизвестные похитили одно из многолетних хвойных растений, высаженных на Альпийской горке. Сейчас подрядная организация, которая ремонтирует улицы и благоустраивает сквер, выясняет обстоятельства. К расследованию привлечена полиция. Напомним, на прошлой неделе в Самаре в рамках ремонта улицы Новосадовой напротив загородного парка появилась новая архитектурная композиция Альпийская горка, центром которой стал Аммонит, гигантская древняя ракушка. Начало Нового Завета и Нового Года по церковному календарю православные христиане отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Масштабные торжества прошли в одноименном Самарском храме. Олег Зверев не только побывал на Божественной Литургии, но и отведал праздничных угощений. Праздничный перезвон на улице Мичурина звучит особенно торжественно. Сегодня здесь престольный праздник Рождество Богородицы, событие, с которого началась история Нового Завета. Сведения о нем православная церковь взяла из священного предания. На рубеже эпохи у бездетных родителей родилась дочь, которой было суждено стать матерью воплотившегося Бога. В современном календаре это один из 12 главных праздников. Царица Небесная сыграла огромную, смиренную роль в пришествии в мир Бога и Спасителя. Ибо она восприняла на себя сей раба Господний. Да будет мне по глаголу Твоему, и как она это сказала, с чувством глубокого смирения и самоотдачи на служение Богу людям прежде всего. По традиции в престольный праздник совершается крестный ход. Сегодня в храм Рождества Богородицы пришли сотни верующих со всей Самары. А в церковном дворе национальной диаспоры и культурной общины приготовили угощение и праздничный концерт. И туман над рекой растилается, отдача Божьей любом нет. Ансамбль уральских казаков приехал специально на праздник в Самару из Уральска. Это в Казахстане. С собой привезли свои традиционные угощения пироги с судаком, блины с черной икрой и русские народные песни. Говорят, что у них на родине что казаки, что казахи праздники отмечают все вместе. Наш ансамбль вообще-то принадлежит, или как мы, ассамблее народов Казахстана под руководством Назарбаева, нашего президента. Мы, небольшая группа, решили отпраздновать с россиянами День Богородицы. И даже хмурая погода не испортила праздничного настроения. Все-таки по церковному календарю всего неделю назад христиане встречали Новый год, как это было в Допетровской России. И сегодня годовой круг церковных праздников начинается с 14 сентября. По православной традиции сейчас время новогодних торжеств. И Рождество Богородицы первый великий праздник годового богослужебного цикла. Считается, что в это время осень полностью вступает в свои права и завершается Бавье лето, которого, увы, в этом году мы так и не дождались. Олег Зверев, Сергей Баскин, Невыдуманные человеческие истории и настоящие чувства, радость, боль, счастье и отчаяние. В документальном кино сценарий – это скорее направление, а не руководство к действию. Фестиваль «Соль земли» начал показы, а среди первых зрителей оказалась Марианна Мирной. Оценить пришла она, конечно, фильм телеканала «Самар и Гиз» под знаменем дружбы, который вошел в программу кинофестиваля. Прошло 140 лет с того дня, как родилось священное Самарское знамя. 140 лет, которые отделяют нас от тех дней, когда болгары, все как один, встали на борьбу за независимость своей Родины. И Россия протянула им в этой борьбе руку братской помощи. Режиссер телеканала «Самар и Гиз» Олег Паломеев пришел посмотреть свое творение на большом экране. Телевидение и кино, как известно, продукт коллективного творчества. Говорить о том, что вот что-то получилось, что-то не получилось, можно только в том случае, когда команда, которая над этим фильмом работает, как-то понимает друг друга и чувствует отношение, настроение людей. И если вот то отношение внутри команды как-то совпало с ощущениями зрителей, значит, считай, получилось. Фильм под знаменем дружбы оказался весьма познавательным для молодого поколения. Немногие из них знали, что Старозагора, побратим Самары, что Россия и Болгария имеют совместную великую историю. Никогда не знал, что Болгария и Россия имела такое содружество 140 лет назад. Благодаря этому фильму как раз все узнал. Узнал, что Россия подарила знамя Болгарии. Тесное общение было. Документальное кино мне очень понравилось, потому что там невыдумные какие-то истории, там живые люди, которые принимали участие в тех или иных ситуациях, что они живые, что они есть, что это на самом деле было. Самара, Москва, Екатеринбург, Саратов и еще десяток городов представили зрителям свои фильмы. Документальное кино – это правда жизни, которая касается каждого, и каждый может разглядеть и узнать себя в героях картин. В кинотеатре художественной сегодня целый день идет кино. Открылся фестиваль «Соль земли» и сегодня первый день просмотра. Традиционно вход свободный, не упустите свой шанс и сходите в кино. Фестиваль «Соль земли» – это не только кинопоказы, но и творческие встречи. Уже не первый год в Самару приезжают кинооператоры с северной столицы, завкафедры операторского искусства Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Николай Волков. Фестиваль будет идти вплоть до 23 сентября. За эти дни зрители увидят настоящее документальное кино. Награждение победителей пройдет 22 сентября в 14.30. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские паралимпийцы выиграли альтернативные игры в Подмосковье. Алена Попова лучшая в мире по современному пятиборью. Грибцы на драконах искупались в золотых медалях на первенстве мира. В Крылатском, Москва самарские грибцы на первенстве мира завоевали 18 медалей, 13 из них золотые. На лодках дракон выступали Никита Бакурский, Роман Гаврилов, Надежда Гусарова, Юлия Касьянова, Анастасия Астанина и Ольга Захарова. Им покорились дистанции 200, 500 и 2000 метров. Конкуренцию самарцам составили сборные команды из 16 стран. Драконом управляют двое, на носу сидит спортсмен, который бьет в барабан, задавая ритм грибцам, а на корме рулевой. Грести могут 10 или 20 человек в зависимости от длины лодки. Китайский вид спорта с каждым годом приобретает все большую популярность в мире. Первенство мира по современному Пятибурью выиграла Алена Попова. В Каире, Египет первый вид программы самарской спортсменке не удался в фехтовании девятое место. В плавании она уже вторая, конкур вывел Попову вперед. А комбайн, бег и стрельба помог нашей спортсменке удержать преимущество и завоевать золотые медали первенства мира по современному Пятибурью. Серебро у Италии, бронза у Белоруссии. Нет равных самарским спортсменам и среди паралимпийцев. 12 медалей они завоевали на альтернативной паралимпиаде. В Подмосковье выступали семь наших спортсменов. Самую внушительную коллекцию наград привез самарский пловец Вячеслав Ленский. Четыре раза он становился чемпионом. На дистанциях 50 метров, дважды на 100 метровке и в смешанной эстафете. Второй результат Ленский показал на 400 метрах вольным стилем. У тольятинского пловца Сергея Сухарева три золота и мировой рекорд. Вероника Доронина легкая атлетика привезла три золотые медали в беге на 100, 400 и 800 метров. В пулевой стрельбе отличились первыми местами Николай Крыгин и Наталья Далекова. Отмечу, результат Далековой превзошел чемпионские показатели в Рио на паралимпиаде. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. И сегодня в эфире нашего телеканала о 21.30 мы покажем программу «Круг вопросов» с участием губернатора Николая Меркушкина. Выпуск посвящен итогам главного политического события 2016 года выборов Государственную Думу России и Самарскую Губернскую Думу. Ну а наш выпуск на этом завершен. Удачи вам, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин